можно ли вам быть неэффективным наверное вопрос очень простой подразумевает только однозначный ответ но я усилю свой вопрос можно ли вам отдать свою жизнь на воле обстоятельствам а если да то тогда кто-то или что-то будет управлять вашей жизнью быть эффективным это не вопрос можно или нет вы просто должны быть эффективным вот и все тут нет выбора в мире произошли глобальные изменения вы это прекрасно знаете сейчас и вы видите что то что когда-то работала то сейчас может уже и не работать и как вы видите сейчас своих сотрудников их нет для вас инструмент это видео чат давайте введем правило номер шесть начни с себя что это значит применяя этот процесс повышения личной эффективности к самому себе вам необходимо демонстрировать постоянное усердие в его практическом воплощении и росту своей эффективности усердие это твердая готовность и большой труд особенно на первых порах это не быстродействующее лекарство потому что оно должно обеспечить устойчивое развитие в вашем поведении умение сказать нет для развития личной эффективности вам как руководителю в первую очередь необходимо построить защиту вашего времени это значит построение защиты от потенциального переключения что значит переключение допустим вы работаете над какой-то конкретной задачи пишите отчет и вдруг раздается звонок вы думаете смотря на телефон ничего страшного я сейчас быстренько за две минутки отвечу и все как только вы взяли телефон и начали разговаривать по телефону все ваш мозг так не считает отвлечение на телефон это внешне отвлекающий фактор вокруг нас полно отвлекающих факторов которые в сочетании с современными методами труда и рекомендации быть всегда включенными сильно снижает вашу эффективность и продуктивность вашей работы по результатам одного из исследований отвлекающие факторы ответь от офисных сотрудников постоянно говорят о том что они работают в среднем всего лишь два часа в день и лучшим инструментом контроля это отключить все возможные уведомления все отвлекающие факторы когда вы сосредоточены на своей работе так вот эти исследования показали что из восьми часов времени офисные сотрудники переключаются и потеряют два часа в день результаты другого исследования показали о том что потребуется время на возвращение первоначальной задачи после того как вы переключились порядка 30 минут представляете вы вообще даже можете к ней просто не вернуться потому что увлеченные следующим отвлекающим фактором вы потеряете нить событий и вы не сможете вспомнить над чем вы работали так вот отвлечение для мозга это ручной тормоз за который вы хватаетесь едва только разогнавшись если рассмотреть ситуацию подробнее то для того чтобы выйти на пик эффективности в любой работе нашей психике необходимо примерно полчаса вы работаете набираете обороты погружаетесь вопрос и переключаетесь так вот чтобы вернуться туда вам потребуется еще полчаса представляете какие потери времени каждый раз когда вы пытаетесь начать работу заново вам приходится заново активировать миллиарды свежих недавно созданных нейронных связей некоторые из которых могут в любой момент исчезнуть устраняем препятствия для личной эффективности поглотители времени поглотители времени это хронофаги хронофаги это используется греческое слово кстати в результате еще одного исследования был подготовлен расчет согласно которому среднестатистический офисный сотрудник эффективно работает примерно всего лишь два три часа из восьми который он проводит на рабочем месте остальное съедает время поглотители один из терминов в области управления временем это хронофаги обозначающие любые отвлекающие объекты мешающие или отвлекающие от основной деятельности хронофаги могут быть одушевленными или неодушевленным наиболее распространенные хронофаги это нечеткая постановка цели отсутствие приоритета в делах в том числе термин хронофаги абронизован от греческих лов хронос время и фаг пожирать и дословно переводится как пожиратель времени в процессе курса мы рассмотрим их подробно и начнем мы с вами с такого интересного поглотителя времени как ваши коллеги казалось бы неужели коллеги является хронофагами именно от кого необходимо защищаться и как это сделать мы поговорим о работе и это коллеги помните как это было раньше вы сидите на работе к вам подходит коллеги начинает болтать или предлагать пойдем попьем чайку сходим кулеру или пойдем покурить это многим знакомым сейчас вы не так работаете но есть звонок можно позвонить слышишь звонок отвечаешь о привет как дела что делать как ты это как только вы переключились помните это очередное дергание ручника ведь только вы разогнались только вы собираетесь погрузиться в работу отстаивайте набираете скорость заново вам приходится переключаться по одной простой причине что эти коллеги которые отвлекают вас да не просто напросто не хотят работать что это значит это значит следующее что когда человек вам звонит во время рабочего дня или пишет и звонят и начинает вещать про свою личную жизнь проблемы ситуацию в мире и про самые актуальные новости вам просто нужно сказать слушай все это здорово интересно но я сегодня до шести занят или смогу тебе перезвонить когда у меня будет перерыв а если вдруг не перезвонил набери мне 6 я с удовольствием с тобой поболтать странно но почему-то в свое свободное время вам никто не звонит не нужно заставлять не нужно говорить что я не буду с тобой работать просто скажите я просто позвонил не после 6 но после работы люди обычно не звонят они звонят поговорить в течение дня чтобы не работать это типичный пример как встраивание одного действия может дать вам уже очень хороший результат друзья наши друзья как и мы с вами они тоже оказались в новой ситуации но в разных условиях потому что мы в разных компаниях работали в каждой компании был свой ритм жизни и уровень нагрузки а также с разной скоростью работы самих компаний к сожалению друзья тоже периодически могут съедать наше время скорее всего вам знакомы такие ситуации когда вам по просьбе друзей приходилось что-то делать хотя вам на самом деле этого не очень-то хотелось делать просто поговорить пожалеть выслушать и так далее дружба это святое надо помнить о том почему мы работаем здесь для выполнения своей работы работа это не только результат который от тебя хочет руководитель это не постоянные совещания но и способ выжить в этих непростых кризисных условиях можно сказать с уверенностью находиться дома на карантине работая гораздо лучше чем на карантине и без работы хронафагов который постоянно нас с вами отвлекает это наши любимые родственники сейчас вам как никогда легко привести пример из своей жизни когда семья стала играть гораздо большую роль в жизни так как мы оказались в одном пространстве это самые близкие люди но в то же время и самые большие поглотители времени они могут и и так и так стараться сделать так чтобы вы что-то сделали но дело в том что эти ситуации вас угнетают когда вы посчитаете сколько вы убили время постоянно отвлекаясь на возникающиеся и минутные просьбы ваших родственников и во что вам обходится такой человека час вы поймете они здесь ни при чем они это вы не смогли научиться защищать свое время и поэтому задание номер двенадцать выстроить отношения с родственниками на принципе взаимоуважения понимание занятости каждого члена семьи а говори время отдыха не забывайте о том что вам нужно научиться говорить нет просто говорит нет без защиты своего времени причем жесткой вам будет сложно что либо успеть поэтому вы обязательно нужно встраивать и отрабатывать такую систему заранее продумывать как говорить нет и если вы начнете объяснять свои нет она не сработает например нет я не могу в ответ а тогда когда ты сможешь давай через полчаса например через полчаса я тоже не могу ой а когда давай через час давай вечером до через пару часик друзьям и это не сработает вот вам очень просто что нельзя использовать оправдание в процессе того когда вы говорите нужно помнить главный принцип как только вы начинаете оправдываться и объяснять почему нет вы сразу загоняете себя в угол это относится к любой ситуации кстати в том числе к личной жизни когда вас пытается использовать и заставить делать то что вы реально не хотите в ответ на ваше оправдание другая сторона сразу находит обходные пути чтобы преодолеть все возражения чтобы вы не сказали например я не пойду на дачу или еще что-то потому что как только вы ответили почему вы проиграли нам нужно научиться говорить и использовать универсальный ответ потому что не хочу когда вы отвечаете по другому вы даете им лазейка например у меня были другие планы какие лучше говорить просто я не хочу на любые возражения типа у меня нет времени последует хорошо а когда у тебя будет время они всегда идут логический обход я не хочу это очень сложно что-то возразить но друзья мои всегда нужно помнить следующее потому что мы подвержены с вами манипуляциям манипуляции с разных сторон поэтому лучше всего отработать это на родственник это самая сложная группа стартуйте с более этого варианта когда вы начнете защищать свое время и говорить нет любым попыткам его использовать первая реакция будет возмущение ведь люди привыкли к тому что вы постоянно говорите да привыкливаем манипулировать и как только стандартный метод перестанет работать это вызовет у них возмещение у ваших окружающих есть стандартная зона комфорта они точно знают что что они скажут вы сделаете иначе него скажут ты нас не любишь вы сделаете все чтобы они вас простили но вас будут пытаться всеми способами затащить обратно свою зону комфорта применять новые способы манипуляции но через какое-то время привыкнуть и начнут сами решать свои проблемы ситуация может повториться несколько раз 5 7 10 раз но это не означает что людям станет нравиться ваше поведение они просто привыкнут что у вас есть свое время и вы его защищаете дети конечно же если вы работаете дома то все расписание должно быть подстроено под детей маленькие дети если дети маленькие то конечно когда дети спят тогда мы и работаем или когда они проснулись и кто-то из ваших близких помогает вам работать еще есть альтернативные варианты много разных игр которые можно предложить им для того чтобы они что-то во что-то поиграли и вот так мы можем набрать некоторое время чуть постарше дети просто объяснить папа или мама работы конечно для пятилетней не семилетней дочки не объяснишь когда она заходит тебя обнять это приятно но обнявшись вы снова продолжаете работать вводят четкие границы что вы работаете что у вас есть представление о том что вы регулярно занимаетесь делами это важно и дети со временем начнут помогать понимать я уверен что вы уже смогли наработать какую-то свою собственную практику